Я думаю, надо начинать. Давайте, уважаемые коллеги, пожалуйста, рассаживайтесь, товарищи сопредседатели. Мы начинаем следующую секцию, часть вторая. И один из сопредседателей, Борис Князер, открывает эту секцию докладом о лечении тяжелого варианта бактериального кератита. Пожалуйста. Добрый день, добрый вечер, наверное, дорогие коллеги. Во-первых, большое спасибо за приглашение быть на этой великолепной конференции. И с удовольствием представлю наш клинический случай. На русском звучит немножко по-другому. И в конце концов я дал название слегка как математическая формула. И одно предложение до этого, одним словом, я не учился в Российской Федерации, так сказать, я выучился в Израиле. Поэтому будут какие-то определенные лексикологические ошибки. Простите. Можете смеяться, можете улыбаться, все нормально, я от этого не буду поражен. Но, одним словом, то, что я хотел бы с вами поговорить, это инфекционный каратит, который был вызван на форме линз. И как здесь дано, в общем-то, как уравнение, то есть наша большая арифметическая сумма начинается от проблемы. И как мы можем ее решить, с помощью чего. И это, в общем-то, здесь включается в суммацию ПАК Кросслинген, о котором сегодня профессор Хатрейзе очень много говорил. Я немножко вернусь. И вторая вещь, это мануальный даль, который был тоже произведен. В конце концов, пациентка пришла к зрению, которое было относительно оптимально. Идет речь о 19-летней молодой девушке бедуинского происхождения. У нас, где я проживаю, то есть иужная часть Израиля, 25% бедуины. В общем-то, это люди, которые передвигаются с места на место. Поэтому, в общем-то, социальные и гигиенические условия немножко иногда не самого лучшего варианта. И она решает по своему решению, начать одевать линзы, заказывать оптиметрист, не получает нормального объяснения. Само собой спит, пыль и так далее. Попадает в наш приемный покой с относительно маленьким инфильтратом в районе 1,5 мм, половинка миллиметра. И в конце концов, наш врач молодой начинает лечение с помощью МОКСИНа, ВИГОМОКСа. И она пропадает на два дня. Приходит через два дня с фульминантной уже роговичной язвой, с абцессом, который увеличивается на 3,5 мм. Вы видите эту картину клиническую перед собой. И с гипопионом, и с начальным мельтингом. Само собой ухудшение зрения до движения руки, то, что она видит. И мы, само собой, начинаем сразу же госпитализировать, начинаем лечение с помощью ВИГОМКОМЕЦИНа и ФОРТУМа. Несмотря на то, что был высеян, то есть мы нашли тот микроорганизм, который был, это был псевдомоносородиноза, наш старый и добрый, не добрый, но старый враг абцессов на форме контактных лент. И он был чувствительным ко многим антибиотическому ряду, многих антибиотиков, но никакого решения клинического не было. То есть пациентка наша продолжала ухудшаться. И, в общем-то, наша группа, точнее, мы очень сильно вводим нашу клиническую практику, это инфекционный кросс-линкинг для инфекционного кератита. И из того, что мы не видим улучшения, одним словом, предлагаем нашей пациентке пройти по кросс-линкинг, и она проходит его. И начинаем в двух словах одним словом о протоколе, потому что у нее было много вопросов и интересовались. Процедура происходит, можно в стерильных условиях, можно даже не в стерильных условиях производить. Вначале мы делаем депитализацию. Депитализация роговицы проходит всего лишь навсего миллиметр вокруг абцессы или вокруг роговичной язвы, потому что, как я сказал, нет смысла депитализировать полностью роговицу, так как это локальное лечение, и нет смысла убирать весь эпителий. Инстерляция рибуфлавина, это может быть изосмолярный или ипосмолярный, в общем-то, неважно. В течение 20-30 минут, как обычный, обычный стандартный протокол, и потом происходит облучение. Мы проводим ее в акселеративном фоне, в течение 3-5 минут. Вы можете проводить также самое и стандартным лечением. Поэтому мы, во всем случае, выбираем акселеративное, и после этого обычно промывается глаз, и на 2-3 часа просто кладем повязку, а потом продолжаем антибиотическое лечение в анкофортном. То есть это не то, что профессор Ольгин сегодня это сказал уже, что это не лечение то, что мы сделали и оставили антибиотику. Само собой нет. У вас идет антибиотический курс лечения, и добавляется к этому пак кросслинкинг, или кросслинкинг для инфекционного кератита, и тем самым вместе с совокуплением, само собой появляется, есть суммарный эффект этого. И, как вы видите по этим клиническим картинкам, в общем-то, в течение, есть улучшение в течение двух дней, то есть начинается, улучшается, во-первых, роговичный отек, гипопион начинает исчезать, и в течение семи дней мы получаем уже такую картину, то есть мы более довольны, гипопион исчез, продолжается лечение в антибиотическом фортном каждые два часа, то есть каждые две часа восемь раз в день. И, само собой, если улучшение, мы выписываем пациентку из госпитализации. Она пропадает, просто пропадает и не приходит в течение года. Появляется через год с такой картиной рубец на центральной, на визуальной, оси визуальной оси, и эта картинка не о сети, это пентакама. Мы увидим полностью гиперрефлективную роговицу, и здесь мы можем посмотреть уже о сети, вы видите на разных стадиях, в общем-то, роговица, что чуть выше, ниже, в течение всего роговичного шрама. В роговице есть шрам, который почти доходит до эндотелия. Что же мы можем предложить? Она, само собой, 19 лет, требует решения. Почему она исчезла? Кстати, она поехала учить медицину в Румынию. Она ушла от нас с контактной линзой на глазу, потому что после того, как 56% из улучшения, и абсцесс начинает закрываться, начинается репетализация. Мы обычно накладываем контактную линзу, само собой, под антибиотическим лечением, и осмотром находится пациент у нас. В ее случае она просто пропала. Кто ей снял линзу, как она ее убрала, что она лечилась, как она лечилась, но год назад, так сказать, после года она появляется к нам и просит как-то помочь. Само собой, здесь входит у нас кератопластия, что мы можем предложить, какую можем предложить кератопластию, или пенетрейтинг, или ламеллярную. Если мы говорим о пенетрейтинг, само собой, все знаемые минусы, негативные части, то есть это хирургия с OpenSkies, со всеми проблемами вокруг этого понижения, элитериального количества клеток, более высокое количество графт фейлора, постоперативных компликаций, осложнения, имею в виду, и, само собой, стероиды, которые надо давать, швы, которые надо вытаскивать, которые могут, само собой, опять же, еще заново быть зараженными и заинфекцией получить обратно. Одним словом, мы предлагаем ей сделать, то есть мы желаем сделать другое лечение, которое с помощью дип-антериоламелокератопласти, и на нашем возможности есть или биг бабль, или мануальный дальк, и, в конце концов, мы выбираем мануал дальк. Почему мануал дальк? Само собой, из того, что есть рубец, намного труднее провести биг бабл. Сегодня доктор Измайла показал прекрасно, что есть и на сложных роговицах это возможность сделать. Само собой, если вы чувствуете себя очень уверенно, то можно сделать, можно попытаться биг бабль. Я не чувствовал такой уверенности и решил провести мануальную ламедарную кератопластию. Потом происходит трифонизация вначале, само собой, 6-7 раундов, которые мы снижаем, убираем, делаем определенную глубину, и начинается постепенно дебалкинг с помощью, здесь вы видите, что здесь тоже была микроперфорация, так сказать, как говорится, враг хорошего, это отлично. Хотел сделать еще лучше, получилось, привел к маленькой микроперфорации, которую я решаю с помощью впрыскивания воздуха в переднюю камеру, тем самым делается определенные тампонады, доделываю дебалкинг, и потом уже происходит пришивание швы одноузловой. Одним словом, шов не бегущий, а узловой. Спасибо большое. И другая возможность, в общем-то, не связанная с этой пациенткой. Эта пациентка, которую я проперю, как вы видели, существует последний год назад, я для себя открыл новый инструмент, который на самом деле улучшает и облегчает делать мануэл Дальк. Это два инструмента доктора Фогла. Первое – это диссектор, а второе – это, в общем-то, второй, это как бы такой, как креслен, только он тупой. И тем самым вы делаете просто диссекцию ткани с помощью этого диссектора, влан-диссектора, и потом с помощью этой спатулы или, скажем, тупого креслента, который вы сейчас видите прекрасно, можно срезать прекрасно слой за слоем, тем самым привести почти, я считаю, не к нулю, но к минимальному возможности перфорации роговиц, тем самым быть более спокойным, более четко выполнить эту операцию, доделать. Не могу здесь увеличить скорость, потому что так сделано, но сейчас заканчивается весь фильм. Два месяца спустя вы видите клиническую картину, то есть фотографию пациента, здесь вы видите на правой фотографии до, во время операции, это швы наложены во время операции, и пузырек, когда я решал проблему микроперфорации, и это два месяца спустя, ее у сети передняя ламела, которая лежит здесь, и нижняя в течение, если мы измерим, то это получается 487 микронов передней ламелы и задняя 44 микрона. То, что я хочу закончить весь этот свой клинический случай, если мы сравним, нет много работ, которые сравнивают мануальный дальк напротив BigBubble, но если мы посмотрим на последние работы, которые были, на самом деле не много работ, но все эти работы последние 2015-2013 года, 2012 года, есть определенные вещи, которые, да, позволяют нам сказать уверенно, что может быть даже мануал дальк лучше, чем BigBubble, хотя мы сейчас и знаем, что BigBubble это прекрасная процедура, которую Ануар описал нам в середине 90-х годов, и есть у нас и с виской эласты, можно делать его, и с воздухом, и с чем только вы не хотите делать, но есть работы, которые показывают, что мануал дальк все равно прекрасная техника, которую можно не забывать, то есть все новое, это хорошо забыто, старое, я знаю, что это была прекрасная методика в свое время, сейчас она немножко была забыта, и я думаю, что в определенных случаях она прекрасна, то есть мы знаем, что конвершен рейт намного ниже при мануал дальк по сравнению с BigBubble, мы знаем, это 10% напротив трех в этой работе было представлено, вообще мы знаем, что BigBubble может быть даже на 50%, конвершиваясь в зависимости от вашего learning curve, а с отразованием в конце концов остается то же самое, и пятилетние потери эндотериальных клеток даже показывают, что BigBubble чуть выше, чем в мануальном далеке. Одним словом, этот случай был пролечен, в общем-то, с помощью ПАК Рослинкен, тем самым как бы успокоили весь инфекционный кератит, который был очень-очень флуминантный и очень развивался быстро, и второй ступенью это было увеличение визуальной возможности для наших пациентов, дать возможность хорошо видеть, и мы выбрали мануал дарк, одним словом, то, что не забывайте эту технику, она великолепна и хорошо работает. Спасибо большое. Спасибо большое. Очень интересный клинический случай. А вопросы можно? Да, конечно. Борис, скажите, пожалуйста, остаточная величина стромы по вашей практике, она безопасна, скажем так, и не влияет на остроту зрения в перспективе, чтобы не было в интерфете вот таких... У нее никакая допустима. К чему надо стремиться? Само собой, то, что как раз было показано в том фильме, что стремился к более лучшему, но надо всегда примерно ощущать, где ты находишься. Очень трудно. Я знаю, что у вас есть ассети в интероперационной комнате, то есть в интероперационной комнате, у нас с того нет такого случая, то есть ты чувствуешь или по своему опыту, или как ты потихоньку, по легкому случиванию, ты обращаешь, то есть мы знаем, что чем выше стромальные слои, тем они более раф, они шероховатые, более субверно. Чем ты больше приближаешься к заднему слою, тем она становится более гладкой, при дисцементном слоям. Поэтому этим, само собой, играешься. И работа показывает, что сострота зрения похожа, что в Big Bubble, что в мануальном. И сейчас мы хотим сделать работу, просто последние 10 случаев я делал мануальным дальк, неважно, что это, или кератоконус, или это шрамовые всякие эффекты. И взять назад то, что мы раньше делали Big Bubble, и сравнить две группы, может, в следующий год, или через два года я вам представлю эту работу. То есть уже 10 случаев у меня есть. А у этого пациента, который вы представляли, его воздух оставили, да? Да, конечно. Вместе МП, небольшой объем, да? Да, и я оставил из того, потому что была микротравма, была микроперфорация, которая решалась с помощью закачивания воздуха. Но вы все равно часть выпускаете, да? Обычно я... В данном случае, если МП происходит, то выставляете. Да, да. Третья, передняя камера. Вопрос. Вы говорили о использовании антибиотика после кросс-линкинга. Как переносят его пациенты? Насколько я знаю, он очень болезнен при инстилляции. Как вы справляетесь? Крос-линкинг или антибиотика? Нет, я говорю про инстилляцию антибиотика. Частая инстилляция, инфорсированная. Вы знаете, ну, вообще-то, ванкоменцины и форт, на самом деле, это лекарства, которые очень жгут. Иногда я просто говорю, что возьмите капли искусственной слезы, закапайте до этого, где-то 5 минут после этого можно прокапать. Насколько это улучшает или не улучшает, но другого пути нет. И как долго вы можете использовать его? Сколько дней? Антибиотическое лечение. Да. Само собой, пациент обычно находится на визитах, которые приходят к нам в поликлинику. Нет, я говорю о форсированных инстилляциях. И обычно, если всё происходит, репетализация и успокаивается в цес, то я перевожу на вегамокс или на флоксицин. Спасибо. Ещё одну только маленькую поправку. Само собой, смотрю на резистентность микроорганизмов. То есть, если есть всё равно к фортуму, к цифтазидиму, есть чувствительность к другим препаратам, нет, ничего не поделаешь. Ванкоменцины отменяем. Цифтализин продолжаем. Продолжение следует...